Глава 32. Зачем нужна была смерть, и при том такая позорная, на кресте? Что еще сверх этого произносят возражающие? Наиболее того, что высочайшему естеству вовсе не должно было доходить до испытания смерти, но и без этого, по преизбытку силы, было можно с удобством совершить что угодно. А если и непременно это требовалось по какой-то таинственной причине, то не следовало подвергаться позору бесчестного образа смерти, ибо такая смерть, говорят, была бы бесчестие крестной. Поэтому что же скажем и на это? То, что рождение, делает необходимой смерть. Ибо кто однажды признал себя причастным человечеству, тому должно было принять на себя все отличительные свойства естества. Поэтому, так как жизнь человеческая отличена двумя пределами, и если бы приступивший один предел не коснулся следующего за ним, намерение осталось бы совершенным в половину, потому что не коснулся другого отличительного свойства в естестве нашем. Но, может быть, иной, точнее, изучив таинство, с большим правом скажет, что не по причине рождения последовала смерть. Напротив того, ради смерти принято рождение. Итак, поскольку должно было совершиться возвращение от смерти целого естества нашего, то, как бы к лежащему, простирая руку и для этого приникнув к нашему трупу, настолько приблизился к смерти, что коснулся омертвения и собственным своим телом дает естеству начало воскресения, силой своей восстановив целого человека. Поскольку нет иного, но из нашего смешения была богоприемная плоть, воскресение, превознесенное вместе с божеством, то, как в нашем теле действенность одного из чувственных органов приводит в сочувствие все соединенное с этим членом, так, поскольку все естество есть как бы одно некое живое естество, воскресение части распространяется на все, по непрерывности и единению естества, будучи передаваемо от части к целому. Поэтому, что невероятного узнаем из таинства, если стоящий склоняется к падшему, чтобы восставить лежащего? О кресте же не заключает ли он в себе другого, какого более глубокого, понятия? Пусть доведываются испытатели сокровенного. А какое дошло до нас по преданию, состоит в следующем. В Евангелии говорится и делается все согласно с высшей и божественной жизнью, и нет ничего такого, в чем не оказывалось бы непременно некое примешение божественного к человеческому, и когда слово или дело производится по-человечески, разумеемое в сокровенном смысле указывает на божество. И в этом отношении последовательно будет не то, чтобы на одно обращать внимание и упускать из виду другое, но то, чтобы как в бессмертном усматривают человеческое, так в человеке доведывать божественного. Ибо, так как божеству свойственно проникать во все и сраспростираться с естеством существ во всякой части, ничто не может пребывать в бытии, не пребывая в сущем, собственно же и первоначально сущие, есть Божие естество, которым по необходимости принуждает верить, что оно во всех существах само пребывание существ. То от креста, по наружному своему виду, разделенного четырехчасно, так что от середины, в которой сопрягается он сам собою, счисляются четыре конца. Научаемся тому, что во время смертного домостроительства на нем распростерт был тот, кто все связует и сообразует с собою. Различные естества существ, приводя собою в единое согласие и стройность. Ибо в существах представляется иное, или вверху, или внизу, или мысль идет к тому, что на сторонних пределах. Поэтому обозрим ли умом состав или небесных, или подземных, или по обе стороны Вселенной пределов, повсюду, помыслу нашему встречается Божество, одно созерцаемое в существах, во всякой их части и задержащее все в бытии. Но естество это надобно ли наименовать Божеством, или Словом, или Могуществом, или Премудростью, или другим, чем Высоким и наиболее способным показать подлежащее. Учение наше немало не спорит о слове, или имени, или образе речи. Итак, поскольку вся тварь к нему обращает взор, вокруг него состоит и через него делается сама собою связной, потому что им связуются горние с дольним и друг с другом то, что по сторонам, то должно было не слухом только руководиться нами к уразумению Божества, но и зрение сделать учителем высших понятий, чем подвигшись и великий Павел тайно действует народ эфесский, учением вложив в них силу познать, что есть глубина и высота и широта и долгота. Послание к Ефессианам, 3 глава, 18 стих. Ибо каждый конец креста именует собственным его именем, высотой называя, что вверху, глубиной, что внизу, а широтой и долготой поперечные протяжения. А в другом месте подобное понятие яснее, как, думаю, представляет филиппийцем, которым говорит, что имени Иисуса Христа всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних. Филиппийцем, 2 глава, 10 стих. Здесь под одним названием объемлет среднее и земное, наименовав земным все, что в середине между небесным и преисподним. Вот что дознали мы о таинстве креста. А что после этого по порядку содержит в себе учение, то таково, что и неверные не признают в этом ничего чуждого боголепному понятию. Ибо то, что не остался во владычестве смерти, что язвы, произведенные на теле железом, не сделались немалым препятствием к воскресению, что свободно является ученикам по воскресении, когда хочет, пребывает с ними, будучи невидимым, становится посреди, не имея нужды входить дверями, укрепляет учеников дуновением духа, обещается быть с ними, никаким не ограничивается пространством, видимым образом восходит на небо, а духовно пребывает повсюду, и что еще подобное этому содержит в себе история, немало не имеет нужды в помощи умозаключений для доказательства, что это божественно и есть дело высочайшей и все превозмогающей силы. Об этом, думаю, не должно и говорить подробно, потому что учение само по себе показывает сверхъестественность, но поскольку некоторую часть таинственных учений составляет и домостроительство купели, угодно ли кому будет наименовать это крещением или просвещением или пакивать и ем, спорить об имени не станем, то хорошо сказать кратко об этом. Продолжение следует... Редактор субтитров